Давайте, по приколу, если этот ролик соберет 100 лайков, и в следующей серии я покупаю по одному автомобилю из обновления, мы его разыгрываем. 100 лайков, дело ваше. Привет, друг, с тобой Иван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5, всё как всегда. И как ты понял по названию, по превью ролика, сегодня вместе с тобой посмотрим новое обновление. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что, пацаны, сегодня у нас уже 4 мая. Обновление вышло вчера в 5 часов вечера, то есть 3 мая. Я особо не опаздываю на один день максимум. Так, и надеюсь, там не слишком громко, да? Ой, подожди, какая сеть настройки. Аудио... Нет, не громко. Короче, обновление... Давайте сразу начну с обсирания. Конечно, это было лучше бы сказать в конце, чем в начале. Обновление не особо большое, прям вообще небольшое. Всё, что добавили эти тачки и диски. Хотя, мне всегда CCD нравилось то, что они каждый месяц добавляют обновления, добавляют новые тачки, добавляют новый функционал на сервер. А последнее обновление было как раз 23-го, либо 22-го февраля. И после того момента вышло только вот сейчас новое обновление, которое насчитывает в себе раз, два, три, четыре, пять, шесть автомобилей. Всё. Ну и дисков там дохера. Но это бред, типа, два с половиной месяца прошло. Ладно, не два с половиной, ну пусть два, ну полтора. И они ничего, почему бы не добавят. Короче, капец. Мы приехали в салон обычных автомобилей, потому что на сервер добавили, как бы, японки. Добавили CLS, 63-й, RS6, C6 седан, RX-7, 34-й Sky, Supra и NSX, который Infernus Sampo. Мы приехали в обычный автосалон, посмотрим, что по ценам, сколько, что едет. Это старый банан. Вот, новый Skyline. Конечно, если этот ролик соберёт, ну, давайте, по приколу, если этот ролик соберёт 100 лайков. И в следующей серии я покупаю по одному автомобилю из обновления, мы его разыгрываем. 100 лайков, дело ваше. А, даже так, ничего себе. Короче, Skyline. Тест-драйв, давайте возьмём тест-драйв, благо он здесь бесплатный. Ну, звук прикольный, моделька такое, как бы. Обычный 34-й Sky. Салон хороший, кстати, очень хороший. Ну, мне кажется, просто эти модельки берутся все с одного сайта, переделываются номера. Короче, какая максималка Skyline? Ну, это херово проверять без чипа, но... Это надо просто... О, 238, 245, 250. Но это на кочках. Короче, максималки проверять бред. По факту, всегда при выходе новых автомобилей, CC-планы добавляли в группу свою официальную ВК, как бы, тачки, фотографии, их цену, их багажник, их топливный бак, размер, и добавляли максимальную скорость. Но, прошел уже день после обновления, и они так и не подобавляли максималки и всю информацию в свой альбом транспорта в группе ВК. То есть, админы, как бы, немного, ну, не немного, а так хорошо, так забили на серф. 17, кстати, слотов. Ну, бля, как-то даже грустно смотреть одни автомобили, хоть и что-то побольше. Интересно, какие еще автомобили есть в среднем, или они их добавили все... А, вот, Supra. То есть, 80-я Supra стоит 2,5 миллиона, а Skyline 1,8. Это бред. Сколько у нее? 21 место в багажнике. Ну, это лайк, да. Что здесь еще есть? C63. О, RS6, C6 седан 4100. Кстати, на каждой автомобиле есть тюнинг. Прям на каждой. Тюнинг они достаточно неплохо, и плюс еще винилы. Но мы это все посмотрим. А, понимаю, подожди, R7 где-то еще здесь должна быть. Я ее не видел. Может, я ее как-то пролистнул. Блин, жалко, что нельзя вот это просто взять и расширить эту херню. Можно по названию, Mercedes, Mazda, Mazda, RX-7, EFINI. Какая разница? Ну, там есть, типа, разные, да, версии. EFINI. 1,2. Сколько мест? 10. Мне кажется, они едут все плюс-минус одинаковые. Это я говорю про RX-7, GT-R, Supra. А вот RX-6 может ехать как-то побольше. Кстати, вот бананчик стоит, смотрите, какой-то тюнинг, антихром, спойлер. А, и, кстати, давайте посмотрим, банан есть здесь или нет. Мне кажется, его здесь нету. Нету банана. Чувствую, он будет где-то стоит, как новая Ешка, в районе 6 миллионов, 5-6. Ну, короче, отправляемся в автосалон дорогих автомобилей и посмотрим. После чего, я думаю, мы можем поездить по карте и посмотреть, какие тюнинги присутствуют на новой автомобиле. Значит, автосалон элитных автомобилей. Мы приехали, паркуемся где-то здесь. Пиздец, как фризит. Что по оптимизации? Не, не слышали. А, здесь, наверное, банан... О, Яма сколько бананов. Давайте зайдем посмотрим. Банан, да, по названию. Мерседес. Яма сколько бананов? Мерседес, Мерселла С, 63 МГ-218. Вот наш бананчо. Вот такой он идет по стоку. Стоит 5800. Кстати, не так уж и дорого. На тест-драйв он боком будет идти, по идее, да? Прям неплохо. Да, у него же есть что-то такое. Заднеприводное. Хотя, хуй знает. Давайте врубим дрифт-режим. Мне кажется... Ну да, он не особо для дрифта, кстати. Может, его настроить можно, но... Мне кажется, более для дрифта подойдут новые автомобили, которые японские. Да, ему как будто выворота не хватает. Но так-то он прикольный, звук прикольный. Главное, чем цепляют эти автомобили и чем цепляют CCD, это тюнинг на эти автомобили. И самое, кстати, обидное, что они добавили NSX, да? Который, Infernus, который самый первый. Который редкий, который капец. Вот это слишком много и которые, сказали, ну да ладно. Самое обидное что? Что он выпадает только из кейса. Типа, вот этот, все или ничего. Ай, да, я купить не могу. Короче, там NSX и семерка. То есть, ты выбиваешь либо NSX, или семерку. И они сделали NSX как эксклюзив. И цены я уже не представляю какие. Я специально не ехал на БУ, чтобы не смотреть, сколько они сейчас стоят. Мне кажется, они могут стоить, как и Феррари F40. Хотя Феррари, мне кажется, будет подороже. Чем NSX с нулямов 50-100 они могут за него просить. Как этот хештег все ради доната называется? О, на Вандури чуть давно кого-то видел. Так, мы заезжаем. Здесь наша тусовочка. Стритрейсеров, можно так сказать. Бананчик, смотрите, какой охрененный. Вишневый такой стоит на антихром. Дальше Supra стоит. Тоже на тюнинге. Такая черная мантовая. Кстати, диски говно самые дешевые на таком вот маленьком расширении. Не знаю, как он называется. Блин, а, кстати, интересно, есть ли на RX-7 этот обвес Виллсайд? Скорее всего, нет. Это RX-7 из третьего Форсажа. Этот обвес называется Виллсайд. Но, наверное, нет, потому что здесь нельзя менять как бы вынос колес по ширине. Поэтому, скорее всего, нет. И 34-й Скайлайн тоже на тюнинге, на лавочке, на винилах. На все автомобили присутствует винил. Вот, как вы видите, даже с Форсажа есть. Но это вместе с вами мы как бы купим и сделаем с перебивочками. Все красиво, я думаю, уже в следующей серии. А, кстати, да, я все посмотрел. А РС-6 даже не посмотрел. Вот такая вот РС-6. Не, ну прикольная достаточно. Но что-то она мне не вкатывает. Прям не особо. Вот банан черный летит. Не, ну достаточно такие тачки. Очень красивые, но... Блин, добавили бы хотя бы какой-то функционал. Либо добавили бы какие-то дома, квартиры, как они это делают. Очень красивый тоже, кстати, бронзовый такой. Либо добавили бы какие-то квартиры, как в МТА. Потому что цены на дома сейчас бешеные на этом сервере. Добавили бы, блин, какие-то безы. ЭХЗ. Вот еще банан, еще тюнинг. РС-6 вот на тюнинге. Блин, может Верон купить? Что-то Верон захотел. И, конечно же, новые диски. Какие здесь есть новые диски? Вот эти были, кстати. Вот этих вроде не было. Красивые. Мерседесовские бомбашные добавили. Вот этих не было. Но вот этих, да, кстати. Нормальные диски плюс-минус появились. Но все равно они какие-то, блядь, как будто в грунте. Они, блядь, как будто не особо качественные. Вот я не знаю. Вот прям, блядь, реально как будто в каком-то грунте. Вот эти прикольные. От старого Мерина. Еще бомбашные специально сюда добавили. Не, ну, диски есть, да. Пока что она... Ой, блядь, а вот это лучше бы не добавляли, это кобец. Ну да, типа, то, что было раньше, то, что сейчас, это лучше. Это лайк. Ну, блядь, где качество? Где качество? Кстати, какие самые дорогие диски? Они новые добавили? Ну да, дисков теперь жопой жучь сколько. Два ляма. Но они были. Вот эти вроде они добавили. Хотя, не, мне кажется, тоже больно. Да. Диски теперь есть нормальные. Нормальные. Можно подобрать. Ну, короче, как в обычной МТА. Как только выходит... Это вообще не в МТА. В любых играх. Как только выходит новый автомобиль, все сразу начинают до них кататься. Вот, я здесь увидел NSX. Вот, блядь. Охуенно, да? Он очень инфигирный. С фарами, с глазками, с рёт бамперами. Понимаю. Кстати, Skyline очень тоже красивый. Такой классный цвет. Давайте по приколу спросим, какая цена. Вон, кстати, всякие винилы. Но это колхоз. Нет, это фу. Мне просто интересно, сколько они за него хотят. За неё хотят. Нет, номера здесь жёсткие стоят. 100к рынок. Ну, блин, в принципе, как я и говорил. Там кто-то угорает. Но, блядь, в первые дни, мне кажется, всегда тачки очень дёшево стоят. А потом они могут стоить дороже. Но это не всегда. Может, есть такое, что тачки потом станут дороже. Я не знаю. Типа как с F40. Хотя с F40 они были дорогие, потом стали дёшево стоять. Сейчас дорого опять вроде. А не, блядь, нахер никому не нужно. Я отвечаю, блядь. NSX. NSX вообще нету активных. Давайте посмотрим, вообще NSX были. И по каким ценам их продали. Или их вообще не выставляли. А их даже вообще не выставляли. Ахуеть. А34 Sky. Например, давайте Supra. RX7. CLS. CLS AP6 продают. Фатешные Supra под 800. Mazda LAM 800 продали. А, понимаю. Что по номерам. Бля, номера говно. Жалко, что NSX прямо не сделали лимитку. Я прям капецка хотел NSX. Но вышла какая-то залупа, если честно. Да. Их тупо нет. Просто нет. Что я могу сказать? CCD. Блядь, что за херня? Алло. Короче, пацаны, пока я падаю, я вам заспойлерю одну штуку. F10 нажимаем. У меня есть 1185 кейсов за уровень. Я уже почти апнул 2000 уровень. Поэтому скоро... Даже перезаходить не надо будет. Поэтому скоро у нас будет открытие всех этих кейсов. И мы будем надеяться на то, что я как бы словлю гелик на шару. Давайте по приколу здесь один откроем. Просто реально по приколу. Потому что больше как бы нету. Ладно, не один. Давайте вот этих 5 добьем. Просто по приколу интересно, что выпадет. Прикол сейчас гелик выпадет. Ебать, я херю. Не знаю, что так сейчас пооткрываю, пооткрываю. Я думаю... Ну ладно, еще 5000. Так, F10, F11. Что мне выпало? Короче, какая-то херня мне выпала. Гелик не выпал. Все, что я могу сказать. А, 20000. 3500. Чего? Ну, короче, 15000 мне выпало, да? Я так понимаю, еще куча раз по 5. Ну что, пацаны. Вот такое вот обновление на сервере CCD Planet. Мне оно не особо зашло. Ну да, прикольно, что новые тачки добавили. Но, блин, это не обновление. То, которое мы ждали 2 месяца. Это вообще не то. Это могли они добавить там просто раз в неделю, там, такие обновления делать. Ладно, ладно. Раз в неделю не сделаешь, потому что там достаточно много дисков. Достаточно много автомобилей. Там тюнинга. Окей. Но, типа, за 2 недели можно сделать еще какую-то системку. Тем более, если там не один разраб сидит. Там, мне кажется, можно сделать, типа. Ну, не 2 месяца, типа, точно. Будем надеяться, что они готовят какое-то прям глобальное обновление. Что заменят, блин, половину функционала этого сервера. И будет круто. А я напоминаю, 100 лайков. И мы покупаем по одной тачке из обновления. Наверное, кроме NSX, потому что это пиздец. Их тупо нет. И по 100 лямов продают. Это пока что. Пока что, вот. Себе лайкос, комментос. Это все, что ты лучше можешь сделать для этого канала. Также подпишись. Здесь входит очень много интересного, полезного и веселого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока. А парашюта, конечно же, нет. А как от первого лица падать? Не особо приятно. Я выжил? Чуво, блин. А, пол хп даже. Понимаю. Кстати, винил из второго форсажа. Второго форсажа, блин. С первого андеграунда. Татьяна, продолжается. Ставьте.